Продолжение следует... Ромашка необыкновенная. В Борисоглебске наркодельцы изготавливали курительные смеси из аптечных трав. Запылала на ходу. На левом берегу, прямо в движении, загорелся грузовой автомобиль. Новый дом вместо детской площадки. Строительство в Ольховом переулке причиняет неудобства жильцам соседних домов. Все на репетицию Парада Победы. Курсантов и офицеров Воронежской военно-воздушной академии ждут полтора месяца напряженных тренировок в Москве. Здравствуйте, это новости на РНТВ Воронеж в прямом эфире. И этот выпуск проведу с вами я, Тамара Чернова. В Борисоглебске ликвидировали цех по изготовлению курительных смесей. Так называемые спайсы наркодельцы изготавливали из обычных трав, купленных в ближайшей аптеке. Полицию в этом доме явно не ждали. Дверь открывать не захотели, проникать в жилище пришлось через окно. Позже стало ясно, отчего хозяева были так негостеприимны. Там смотри, там план должен быть заворачиван. Ну вот, ну, сипец. Трое жителей Борисоглебска. Двое мужчин и одна женщина. Занимались здесь изготовлением синтетических курительных смесей. При обыске оперативники обнаружили больше килограмма наркотиков, а также все необходимое для изготовления и расфасовки спайсов. Ведро давай нам покажем, в чем ты разговлял. Синтетический наркотик наносили на купленные в ближайшей аптеке сухие травы. Полученную смесь фасовали и сбывали среди, так сказать, проверенных клиентов. Теперь за незаконное производство и сбыт наркотических веществ задержанным травникам грозит до 20 лет лишения свободы. Ольга Зобова, РЕН-ТВ, Воронеж. Двое 26-летних воронежцев погибли в аварии. Еще у троих тяжелые травмы. ДТП с такими жуткими последствиями случилось накануне в Советском районе. Авария произошла на улице Героев Сибиряков. Столкновение в промзоне на улице Героев Сибиряков произошло около половины десятого вечера. Сотая модель Ауди под управлением 23-летнего парня двигалась со стороны проспекта Патриотов. 99-й Жигули ему навстречу. Удар пришелся лоб в лоб. Оба авто превратились буквально в груду металлолома. Машины оказались настолько искорежены, что находившиеся в них люди просто не могли уцелеть. Два погибших. Это водитель автомобиля ВАЗ-2199 и девушка-пассажир 87-го года рождения. Также у нас травм получили три человека. Это водитель автомобиля Ауди, мужчин 92-го года рождения. И также два пассажира автомобиля ВАЗ. Это у нас девушка 87-го года рождения и молодой человек 93-го года рождения. У троих выживших врачи констатировали тяжелые раны и переломы. По предварительной версии автоинспекторов столкновение произошло по вине водителя Ауди. Именно он вылетел навстречу. Но так это или нет и в чем причина, ГИБДД еще предстоит выяснить. Пока автоинспекторы рассматривают две версии. Превышение скорости и гололед. Марина Славьева, Вадим Кузин, РНТВ, Воронеж. Десяткам воронежцев накануне в полдень пришлось постоять в многокилометровой пробке на улице 45-й стрелковой дивизии. Причиной стала автомобильная авария с участием трех машин. Фургон, внедорожник и легковушка столкнулись на пересечении улицы 45-й стрелковой дивизии с улицы Донской. Легковая Ауди с итальянскими номерами ехала со стороны Московского проспекта. По словам водителя на зеленый мигающий сигнал светофора. Два других участника аварии двигались со стороны Донской. Я заканчивал движение. Отсюда люди просто тронулись. Начали трогаться. Я начал сигналить. Никакого внимания люди просто не услышали меня. Я пытался уйти как-то увильнуть. Вот видите, как машина стоит даже навстречу. И вот пытался увильнуть, не получилось. Не получилось настолько, что теперь, по словам гостей из Италии, машину придется распродавать по запчастям. Фургон Volkswagen и внедорожник Mitsubishi пострадали меньше, но тоже требуют серьезного ремонта. Кстати, их водители с водительством Ауди не согласны. Говорят, что тронулись на зеленый, а вот легковушка летела уже на красный. Точку в этом споре поставят автоинспекторы. Но есть также версия, что ДТП могло случиться из-за светофора, который с задержкой показывает красный свет на одной из сторон перекрестка. Марина Соловьева, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. Горячее ЧП на дороге в микрорайоне Машмет. На улице Дубровина прямо на ходу загорелась грузовая газель. Все произошло примерно в час дня. Это была бевая газель, но огонь над машиной знатно потрудился. Вся кабина покрыта копотью, уничтожена и моторная часть, и салон. Загорелась, как рассказывает водитель автомобиля, буквально на ходу. Из-под капота пошел дым. С напарником вышли, взяли огнетушитель, открыли капот, пламя, огнетушитель порошковый. Сколько успели, возгорание быстро довольно произошло. Собственного огнетушителя для такого возгорания оказалось мало. Пришлось срочно вызывать пожарных. Те приехали через несколько минут, чему автовладельцы особенно рады. Машина ездила на газе, и баллон с топливом был в опасном соседстве с пылающей кабиной. Причину возгорания ни водитель, ни пожарные пока точно не называют. Но полагают, что, скорее всего, огонь возник из-за короткого замыкания в электрике. Марина Соловьева, Сергей Светашев, РЕН-ТВ, Воронеж. За смерть рабочего на стройке, что ведется на улице Новосибирска, ответит строительная компания. Воронежской фирме Эверест выявили грубые нарушения требований по охране труда, из-за которых под заключением специалистов погиб человек. Трагический случай, напомню, произошел в Воронеже в конце февраля. С девятого этажа недостроенного здания сорвался рабочий. На этой стройке 63-летний мужчина работал плотником. В тот день на 30-метровой высоте он разгружал оконные блоки, как вдруг вместе с конструкциями полетел на землю. Шансов выжить у него практически не было. Расследовать обстоятельства этой трагедии сразу же начал Следственный комитет. Свою проверку провела и Госинспекция труда. По ее оценке на стройке были грубо нарушены требования по охране труда. В частности, при подаче грузов в оконные проемы не применяли специальные приемные площадки. Также не было технологической карты на производство погрузочно-разгрузочных работ и размещение блоков краном. Не было на месте и человека, ответственного за безопасность. Госинспекция труда штрафовала компанию на 110 тысяч рублей. Кроме того, к административной ответственности привлечены два должностных лица. Каждая штрафована на 5 тысяч рублей. Следственный комитет проверку со своей стороны еще не закончил. Мы продолжаем выпуск. Далее в программе. Погорели в пух и прах. Ночной пожар уничтожил пять дачных домиков. Взяли за старое и поплатились за жадность. В Воронеже при скручивании автомобильных номеров задержаны жители Краснодарского края. Все на репетицию Парада Победы. Курсантов и офицеров Воронежской военно-воздушной академии ждут полтора месяца напряженных тренировок в Москве. Нешуточный пожар разгорелся накануне ночью в поселке Рыбачье. За два часа огненная стихия уничтожила пять дачных домиков. Люди не пострадали, сезон отдыха еще не начался. И в деревянных постройках в это время года мало кто бывает. О том, что здесь еще совсем недавно стояли пять дачных домиков, напоминают останки фундаментов. Все остальное, заборы, стены и крыши, уничтожил огонь. Владимир живет в Рыбачьем не один десяток лет. Пламя остановилось буквально в нескольких метрах от его жилья. А вот другим повезло намного меньше. Видите, ничего не осталось. Пепел. И холодильник, и газовая плита. Это друг мой, мы с ним вместе тут 40 лет живем. На пожарище теперь даже место, где стояли дома, сразу не определишь. Огонь, можно сказать, стер дачные постройки с лица земли. Куски шифера, обгоревшие вещи, почерневшая мебель. Вот и все, что еще может напомнить хозяевам об их любимом месте отдыха. Одна труба ведь осталась. У него там, он ее утеплял, все там делал, лелеял забор такой выстрел. У него там заезд для машины, специальное место. Лес плотной стеной окружает поселок. Тем не менее, деревья от пожара пострадать не успели. Огонь заметили около полуночи, но обезвредить пламя пожарные смогли только в два часа ночи. Все сгоревшие дома были деревянные. Видимо, поэтому пламя перебросилось с одного строения на другое. Что послужило причиной возгорания, пока разбираются. Местные жители говорят, что в этот день хозяева одного из домиков топили баню. Владимир Смехнов, Сергей Гладков, РНТВ, Воронеж. В Воронеже задержаны подозреваемые в скручивании автомобильных номеров. Двое жителей Краснодарского края решили подзаработать в нашем городе, пойдя уже по проторенному пути. Когда волна массового скручивания госзнаков вроде бы утихла, молодые люди взялись за старое. Ночью похищали номера, а потом уже в соцсети переписывались с потерпевшими, автовладельцами и требовали деньги. Я утром проснулся, вышел из дома, смотрю, номеров нет. Ну, а без номеров ездить нельзя. Я обратился в полицию. Молодой человек, пожелавший остаться неизвестным, один из тех автовладельцев, которые в одночасье лишились номеров на своих автомобилях. Четверо обратились в полицию. Десять потерпевших полицейские нашли сами, когда начали разбираться в деле. А однажды ранним утром около пяти часов нашли подозреваемых. Двое парней крутились у машин и свинчивали номера. Они были задержаны, и им оказались двое жителей Краснодарского края, 19 и 20 лет, которые по предварительному сговору скручивали автомобильные номера с целью последующего их возвращения за деньги. Юноши прятали номера неподалеку, а на лобовом стекле машин оставляли послание с электронным адресом, по которому можно было с ними связаться. За номер злоумышленники требовали тысячу рублей. В квартире у них изъяли около десятка таких записок, госномера и компьютер с перепиской с потерпевшими. Теперь молодым людям грозит наказание вплоть до лишения свободы. В Ольховом переулке Левобережного района от деятельности компании-застройщика страдают жители окрестных домов. Стройка ведется прямо на бывшей детской площадке, а строительные грузы везут через дворы. Пусть тогда соберется комиссия и покажет нам санитарные нормы, по которым не должна быть благоустроенная территория, не должна быть подход к дому асфальтовой. Почему у нас вообще отсутствие двора будут тут строить? Вообще разрешение? Откуда такие вообще-то? Жители нескольких высоток в Ольховом переулке собрались на экстренную встречу. Бьют тревогу по поводу начавшейся в этом микрорайоне застройки. Строительные работы развернулись здесь в конце прошлого лета. Места немного, и люди думали, застройщик снесет старый частный сектор. Но вместо этого увидели, что к трем панельным домам в 10 и 17 этажей начали пристраивать еще три монолитные высотки. Стройка ведется практически во дворе дома номер 9Б. От детской площадки здесь уже почти ничего не осталось. По словам жителей с 7.30 утра до полуночи, во дворе не смолкает грохот от вбиваемых свай и гул подъемных кранов. Когда бьют сваем, у нас все трясется. У нас дома шлакоблочные, очень старые. Они все рушатся, все разрушаются. Огромные трещины, просто невозможно жить. Сейчас в доме у нас с внешней стороны сверху до 10 этажа идет трещина, текут крыши. Лифты работают отвратительно. Яма в подвале высотки, заполненная водой, это говорят люди от того, что просел фундамент. Они всерьез обеспокоены собственной безопасностью. Как утверждает установленный здесь плакат, новое здание строит водоохранной зоне. Но добиться того, чтобы застройщик показал разрешительные документы на возводимые объекты, местные жители не смогли. А вопросов все больше и больше. Поэтому на следующее собрание решено позвать представителей управляющей компании и компании застройщика. Сомневаются только, что придут все приглашенные. Юрий Зорин, Алексей Савинков, РНТВ, Воронеж. Пришлите нам в Воронежской земли. С такой необычной просьбой к нашим ветеранам обратились ветераны из Чувашии, из деревни Качалова. Во времена Великой Отечественной войны их земляки тоже освобождали Черноземье от немецко-фашистских захватчиков. Убедительно просим выслать нам с мест героических сражений в Орску земли с подтверждением и приложением в письме фотографии. Получив эту просьбу, чувашских фронтовиков тут же пригласили в Воронеж. Готовились встретить с почестями и лично передать землю, на которой воевали и герои из Чувашии. Но в последний момент стало известно, что приехать гости не смогут. И все же торжественную передачу капсулы с землей решили не отменять. Военно-исторический клуб передает землю ветеранам. Ветераны передают воинам вооруженных сил и кадетам. После этого мы торжественно передаем это на почту России, и почта России отправит это в нашу посылку. Владимир Алексеевич в войну был совсем ребенком, но страшные годы помнит, как вчера. И грохот сражений, и оккупацию, и тяжелые послевоенные времена. Советский Союз был многонациональный. Дружба народу, какой не знал мира. Все воевали, как говорится, на единстве. Все как единые, как братья были. И это очень важный источник победы. Сегодня Владимир Алексеевич в числе тех, кто отправляет в Воронежскую землю чуварским ветеранам. Конечно, эту капсулу воронежцы хотели бы вручить лично, но и почта, принимая необычное послание к отправке, отличилась. Почтовые работники в этот день выглядели, как говорится, сообразно случаю. Да еще и пообещали дополнить посылку. Мы соберем еще материалы, то есть будут фотографии, будут книги, подборка о нашей воронежской земле, о защитниках Родины. И подарки вместе мы все отправим. Говорят, до Чувашии посылка дойдет в течение недели. Так что можно с уверенностью сказать, что ко дню победы коллекция чуварских ветеранов пополнится еще одним ценным экземпляром. На этот раз с земли Воронежской. Владимир Смехнов, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж. Почти 2000 курсантов и офицеров Военно-воздушной академии имени Жуковского на полтора месяца покидают стены родного вуза. Таким широким составом военнослужащие из Воронежа едут в Москву. Для репетиции пора до победы. Военно-транспортный самолет ИУ-76 приземляется на аэродром Воронежского авиазавода. Пассажирами на его борту будут молодые курсанты. Ребятам этот момент запомнится надолго. Возможность встретить юбилейный день победы в Москве на Красной площади, да еще и в строю праздничного парада выпадает не каждому. Рев двигателей самолетов, перекличка, до взлета остаются считанные минуты. Очень неожиданно, когда я поступил первый раз, узнал, что вы на первом курсе, скорее всего, поедете на парад. Это было очень неожиданно. Сразу желание загорелось. Очень было так... Подготовки сразу начались после присяги. Разместят ребят в казармах в Подмосковье. А к тренировкам они приступят уже с 25 марта. Волнуются не только курсанты. Чеканить шаг по брусчатке предстоит и офицерам. Некоторые однажды уже испытали незабываемое ощущение. Но отказаться от второго шанса никому и в голову не пришло. Очень отрадно участвовать в первый раз в качестве офицера в 70-е годовщину Победы Великой Отечественной войне. Это придает дополнительную ответственность, но и существует небольшой мандраж. Всего в Москву отправились более 2000 военнослужащих из Воронежа. Кто-то едет запасным. А по Красной площади 9 мая промарширует 1639 человек. Состав в 4 раза больше, чем в прошлом году. Учитывая общее количество участников торжественного марша, получается, что каждый десятый участник юбилейного парада будет из Воронежской академии. Владимир Смехнов, Андрей Куцев, РНТВ, Воронеж. Историки выдвинули новую гипотезу о происхождении названия нашего города. Ее озвучили в краеведческих чтениях, которые по давней традиции прошли в Никитинской библиотеке. На таких собраниях историки, краеведы, литераторы обычно обсуждают самые разные темы, касающиеся Воронежской земли, представляют свои новые труды и делятся любопытными выводами своей изыскательной работы. Вот уже несколько десятков лет ученые ломают голову над тайной происхождением названия «Воронеж». Ответ искали и в русских летописях, и в значении отдельных частей слова. Чаще всего названия нашего города связывают со словом «ворон», но однозначного толкования по этой теме нет до сих пор. Воронежский историк и краевед Павел Попов предложил новую гипотезу. Ее он сформировал при помощи лингвистики, истории и географии. «Воронь» — это синоним слова «чернь», «воронить», то есть «чернить». А чернолесие — это дубравы, это те знаменитые леса, которые покрывали наши междуречия Воронежа и Дон, многие века назад. На вопрос, откуда в слове «Воронеж» взялась его вторая часть, «Ешь» у историка тоже нашелся ответ. К колючему млекопитающему это не имеет никакого отношения. Я утверждаю, что это суффикс интенсивного действия, который вот означает либо множественность действия, либо интенсивность, то есть вот тут мы встречаем и множественность, покрытая территория лесом, очень обширная, и интенсивность, то есть было зачернено лесом и все между речью Воронежа и Дона, и обширная долина реки Воронеж. На весенних краеведческих чтениях говорили о вещах, более близких нам по времени, чем происхождение Воронежа. Сергей Подлесных раскрыл историю одной из самых дерзких воронежских банд начала 20 века. Известная как банда Грачева, она орудовала на территории Новохоперского и Бобровского уездов. На этой банде было совершено около 20 преступлений, в основном преступления носили экономический характер, это грабежи и вымахательства, но было, среди прочих, и несколько убийств. После тщетных усилий по поимке банды, рассказывает историк, Грачева в итоге совершенно случайно взяли во время его попытки покинуть страну. Теперь воронежские краеведы соберутся в Никитинке через три месяца, и кто знает, какие еще необычные версии. Об истории родного края они выдвинут, какие тайны раскроют. Владимир Смехнов, Андрей Цыганков, РНТВ, Воронеж. А теперь узнаем прогноз погоды. Я говорю вам до свидания, приятного вам дня и хорошего настроения.